Мы подготовили для вас ряд короткометражных научно-популярных фильмов, посвященных монографии Анатолия Юницкого «Струнные транспортные системы на Земле и в космосе». В стартовом видео мы рассматриваем ее первую главу. Общая концепция струнных транспортных систем как альтернативы существующим видам транспорта. Основу любой транспортной системы составляет магистраль, по которой осуществляется движение транспортных модулей. Как правило, она является очень материалоемкой, будь то автодорожное или земляное полотно, рельсовый путь, мосты, туннели и так далее. И затраты на нее определяют стоимость всей системы. Поэтому крайне важно, насколько эффективно используются физико-механические свойства материалов и конструкции транспортной инфраструктуры. Из четырех видов напряженно-деформированного состояния материалов – растяжение, сжатие, изгиб, кручение. Самым благоприятным, в смысле наиболее полного использования физико-механических свойств материалов, является растяжение. Это можно проиллюстрировать следующим примером. Работающие на растяжении трос длиной в 500 метров, которому подвешен груз в 100 тонн, Останкинская телебашня, работающая на сжатии, и автодорожный мост с пролетом 500 метров, испытывающий изгиб, имеют примерно одну и ту же длину и рассчитаны на примерно одинаковую полезную нагрузку. Однако материалоемкость в конструкции с работающим на растяжении тросом в тысячу раз ниже, ибо трос имеет в поперечнике намного меньше 10 сантиметров, в то время как и мост с таким пролетом, и башня, и телебашня в поперечнике имеют намного более 10 метров. Движение подвижного состава SkyWay осуществляется по путевой структуре, основу которой составляют струнные рельсы, выполненные особым образом. Струны набраны из отдельных проволок или полос сверхпрочного материала, стали или каких-то композитов, которые натянуты усилием в несколько сотен тонн, вот, кстати, тоже вариант струны. И располагаются они внутри корпуса рельса, который заполнен специальной бетонной смесью или раствором. Поддерживаются они легкими или промежуточными опорами высотой, как правило, от 5 до 50 метров, возможно, и выше, которые располагаются друг от друга на расстоянии от 20 до 100 метров. Конечно, и здесь возможны варианты. При использовании современных композитных материалов длина пролета гибкой путевой структуры может достигать 7 километров. Запитка транспортного модуля электроэнергии происходит через стальное колесо, которое контактирует с головкой рельса, вот, в данном случае вы можете ее видеть. Иногда функцию головки выполняет сам корпус, как в этом или в этом случае. Кроме того, имеется свобода выбора. Например, это может быть работа от аккумуляторной батареи. Именно такой вариант сейчас используется в экотехнопарке SkyWay. Либо запитка от контактной сети. Несмотря на низкую материалоемкость, такая путевая структура будет не менее жесткой конструкцией, чем массивные автомобильные или железнодорожные мосты. Потому что под рабочей нагрузкой, то есть под действием движущегося подвижного состава, ее прогиб составит менее одной тысячной от длины пролета. Далее в первой главе рассматриваются преимущества струнного транспорта перед конкурентами практически по всем критериям. Экологичности, высокой пропускной способности, ресурсоемкости и удельной стоимости строительства, экономичности, простоте в эксплуатации, управлении и реализации, комфорту и безопасности движения, всепогодности, универсальности и долговечности. И самое интересное, теперь внимание, Анатолий Юницкий обосновывает идею передвижения в вакуумной трубе, которая сейчас стала широко известна в интерпретации Илона Маска под названием «Хайплук». Настоящая наука актуальна всегда. Здесь необходимо отметить, что монография была написана еще 30 лет назад, а увидела свет спустя 7 лет. Цитата. При скоростях движения свыше 200 метров в секунду или 720 километров в час транспортную систему следует разместить в специальной трубе, диаметром 2-3 метра, из которой откачан воздух. Труба может размещаться как над, так и под землей и под водой на глубине 10-100 метров, чтобы не мешать судоходству и не подвергаться разрушительному действию стихии. По мнению Юницкого, это позволяет в перспективе достичь скорости 1000 километров в час за счет размещения в вакуумированном туннеле небольшого диаметра около 2,5 метров при использовании систем магнитного подвеса и линейного электродвигателя. Желаю всем увлекательного чтения! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok